Число 13, которое считается несчастливым, преследовало Вячеслава Ювкина, участника первой чеченской кампании всю войну. Первый звоночек был еще на военном аэродроме, с которого он и его товарищи улетали в зону конфликта. Запомнилась мне платформа отправки, платформа номер 13. Вот это, думаю, нам повезло. Но перелет прошел успешно. Покинув самолет в Моздоке, Вячеслав и его боевые товарищи колонны выдвинулись в город Грозный. И тут цифра 13 снова о себе напомнила. Приезжает техничка и рвет обшивку этой ла. И мы все дружно смотрим на все это и думаем. Слушайте, нам явно что-то не везет. Тогда вновь все закончилось благополучно, но число 13 не переставало преследовать ветерана. Самое тяжелое ранение Вячеслав получил в бою, который шел именно 13 числа. Правда, вспоминать об этом он не особо любит. Самым ярким невоенным впечатлением тех лет стал сбор гуманитарной помощи детям и старикам, которые пострадали от той войны. Потому что как-то в душе было приятно, наверное, отдавать и тушенку, и сгущенку именно обездоленным, голодным. Потому что их было в те времена очень-очень много. Вот именно это были дети-старики. Сегодня Вячеслав и другие ветераны занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Создают свой музей памяти и славы и делают все от них зависящее, чтобы про подвиги их боевых товарищей не забыли. А военные конфликты не повторялись. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей Саров, 24.